США не единственная страна, столкнувшаяся с экономическими трудностями и социальной нестабильностью вследствие бесконтрольной миграции. Всего три года назад Европа переживала наплыв мигрантов из Африки и Ближнего Востока. Канцлер Германии Ангела Меркель решила принять около миллиона мигрантов всего за один год. С поправкой на численность населения представьте, что США приняли 4 миллиона мигрантов за 12 месяцев. Как это решение трехлетней давности повлияло на ситуацию в Германии и на политическую карьеру Меркель? Ричард Гренелл, посол США в Германии, присоединился к нам сегодня. Господин посол, спасибо, что нашли время. Спасибо за приглашение, Такер. Итак, мы видим, как левые, Джон Керри и Хилари Клинтон здесь самые заметные фигуры, но и другие тоже переосмысливают политические последствия решения Меркель принять этих людей. На ваш взгляд, к чему привел такой наплыв мигрантов? Прежде всего, поговорим о политическом эффекте. Изначально не было никакого плана, что привело к политическому провалу. Канцлер Меркель, как и многие немцы, очень великодушный человек. Было желание помочь, но не было плана. И теперь даже сама Ангела Меркель спустя три года признала отсутствие плана. И что действия властей потерпели неудачу, потому что предпринимались без жестких мер безопасности и должного контроля. К вопросу о политических последствиях, на следующей неделе Ангела Меркель покидает пост председателя своей партии. На него претендуют три других человека. И одна из основных причин — вопрос миграции и то, как канцлер его решает. Так что, я бы сказал, в политическом смысле ее положение сильно пошатнулось, и теперь она вынуждена оставить председательство в партии, которой она когда-то очень уверенно руководила. Отсюда очень интересно наблюдать, как на все это реагирует немецкая пресса и культурные лидеры. Три года назад сразу стало очевидно, что простым немцам не нравится происходящее, что уровень преступности вырос, возросла финансовая нагрузка на рядовых граждан. Но несколько лет существовал запрет говорить об этом публично, или я ошибаюсь? Нет, ты абсолютно прав, и я скажу даже больше. Такая проблема до сих пор сохраняется в Германии. Призывы обеспечить безопасность на границе или просто навести порядок до сих пор вызывают негодование. Вопрос не в том, есть ли у вас сердце или нет. Вопрос в том, есть ли у вас план. И мы знаем, что в США около миллиона человек ежегодно получают гражданство. Мы очень щедры. Дело не в том, что нам не нужны эмигранты. И эта тенденция, когда левые, а иногда даже правые и некоторые представители СМИ путают легальную эмиграцию с нелегальной, совершенно недопустимо. И наши политики должны дать жесткий ответ и сказать, что речь не идет о легальной эмиграции. США очень щедры в этом плане, так же, как и Германия. Речь идет о том, есть ли у нас план. Потому что приехать в страну может не каждый, и мы должны уметь расставлять приоритеты. Какова цифра? Будет ли это миллион человек для США? Будет ли это 4 миллиона человек для Германии за несколько лет? Какова эта цифра? Но какой бы она ни была, этого все равно будет недостаточно. Мы все равно не сможем принять всех. Итак, нам нужна правильная процедура. Нужно подумать, как организовать легальную эмиграцию должным образом. Я думаю, это то, что нам нужно здесь в США. Открытая серьезная дискуссия о том, что мы можем себе позволить. О том, что хорошо для нашей страны и какими будут следующие 100 лет в плане демографии. Мы можем говорить об этом здесь. Могут ли немцы? Честно говоря, мы имеем больше возможностей обсуждать это, чем немцы. Этот вопрос в значительной степени контролируется политической элитой в Берлине. Но рядовые граждане здесь начинают говорить, подождите-ка, эта политика не работает, нельзя быть такими щедрыми. Мы слишком щедры. У нас слишком много открытых границ в Европе. Я также хочу сказать, что ошибка Германии вызвала реакцию по всей Европе. Например, в Австрии мы видим Себастьяна Курца, который заявил о необходимости обеспечить безопасность и установить правила. Речь не идет о равнодушии и нежелании принимать мигрантов. Речь о том, что нам нужны правила. И как только Себастьян Курц заговорил об этом, он получил значительную поддержку и сейчас становится очень популярным в Германии. Некоторые немецкие СМИ пытаются представить Курца радикалом, ультраправым. Но правда в том, что рядовые немцы и другие европейцы жаждут лидеров, призывающих обеспечить безопасность на границах и упорядочить процесс миграции. Что ж, если им нужны радикалы, пусть продолжают врать своему народу. Именно радикалов они и получат. Посол Гринелл, большое спасибо за беседу. Спасибо, Такер. Субтитры создавал DimaTorzok